Во Флориде «Москвич-408» ищет хозяина. Экспортный «Москвич» 1968 года выпуска продается в Майами за 3500 долларов. Мистер Тарстан Ирина Шарипова приняла участие в показе «Виктория Сикрет». Достоится чести выйти на подиум в этом шоу для модели все равно, что для киношника получить «Оскар». Потерянную 90 лет назад картину нашли в фильме «Стюарт Литтл». Венгерский искусствовед обнаружил в кадре пропавшую картину 1920-х годов во время просмотра фильма с дочкой. А в Казани жители Кировского и Вахитовского районов останутся без воды на два дня. В России создали первый в мире смартфон с двумя тачскринами. Уникальный для мира смартфонов аппарат с двумя экранами презентовали в Москве 2 декабря. Жители Казани собирают подписи в интернете за перенос фестиваля «Новая волна». Отдать свой голос может каждый желающий, зайдя на сайт newwavekazan.ru. На остановке в Набережных Челнах предлагают деньги за проезд. Мир не без добрых людей. Британский физик-теоретик Стивен Хокинг предложил свою кандидатуру на роль злодея в продолжающейся киносаге о Джеймсе Бонде. Надо отметить, что ранее он уже появлялся на больших экранах. А вот так автолюбители спасают себя от эвакуаторов. Сегодня в России отмечают День юриста. С праздником вас, служитель Фемида. И о погоде. Днем в Казани минус 13, вечером ожидается резкое потепление, возможно снег. Курс доллара 50 рублей 70 копеек, евро 63 рубля 24 копейки. Что такое честбол и как в него играть? Как казанцы видят свой родной город? Об этом и многом другом смотри в нашем вечернем выпуске новостей. Не забудь включить Универньюз 18 на 0. Субтитры сделал DimaTorzok